Всем привет, с вами снова Нагваль и сегодня, как я и говорил в прошлом видео, я решил попробовать начать делать видеоотчеты о том, как проходят праймы на сервере Эрнарт во фракции Валар Маргулис. И сегодня у нас отчет за вечерний прайм во вторник, 20 февраля. По вторникам Кракен и Дельфийцы появляются практически в одно время, поэтому первым делом все идут на Кракена, ну а потом по результатам уже разбегаемся по Дельфийцам. Здесь бой проходит в момент появления Кракена, мы были разделены на две части, одна часть рейда была на верхнем респе, вторая на нижнем. Ну, чтобы первыми загреть Кракена и максимально быстро его залить. ГЦшки изначально собирались на нижнем респе, там же Кракен и появился, и наша вторая часть рейда, которая была на верхнем респе, постепенно тоже подтягивалась туда. На первый взгляд составы были равны, но потом в процессе боя стало заметно, что ГЦ было на порядок меньше, чем нас, но тем не менее мешали они нам достаточно сильно. Но это во многом благодаря тому, что мы сами очень сильно тупили, ну как обычно, долгие регруппы, долгие сборы, долгие резы, проблемы с суммонами, ну и как обычно. Даже непонятно ли от кого мы больше дохли, то ли от Кракена, то ли от ГЦ. И наверное потому, что нас было больше, ПВП мы в основном выигрывали и даже могли себе позволить вообще забить на ПВП, тупо стать за пушки и расстреливать Кракена. В то время нас ГЦшки потихонечку по одному заливали. И лишь иногда, когда уже почти весь рейд мёртвый, мы вдруг внезапно замечали, что кто-то нас убивает, и этот кто-то точно не Кракен. И в этот момент поступает команда спрыгивать в воду и заливать ГЦ. Это фигня. Ребят, кто в воде, убиваем тех, кто под Кракеном. С радостью убили бы, только вот мы немножко мёртвые. Очень много с крестами у них. Отходим, не уязвивай всё, что мог. И тут небольшой момент, как я заплываю своей бомбардой, внизу можно видеть много красных ников, почти все фулового ХП, взрывается мой корабль, подплывает Кракен, там ещё какую-то херню закидывает. И в итоге все красные ники становятся серыми. Шикарно. Давай, тащи Крэм. А, снимите, у меня якорь, якорь у меня, снимите. Я сниму. Ломан, постарайся. Нужно додамажить просто здесь сейчас, маленькими кораблями, какими угодно. Сейчас малька, по-моему, слетим. Слетим, надо. Так и не всё. Дробяшка. Дробяшка. Хорошо, дробяшка прямо на них. Прекрасно. Прекрасная дробяшка была сейчас. Под конец, то ли ГЦ набили много крестов, трёхминутных, то ли просто забили болт и тупо свалили на дельфов. И мы уже кое-как заковыряли этого Кракена, наконец. Отверните от меня, на ком, блин. Слабоумие, отверни от меня. Вот туда, да, всё, так и стой. Дробяшка. Дробяшка, хорошо, так и стоит, пусть, так и стоит. Не надо поворачивать, ёбнулся, что ли, алё. Он на тебя, ну да, спокойно. Рез меня, рез, рез, рез меня сразу, 40 секунд. Только спокойно. А-а-а. Из Кракена выпала Ракана, второму рейду там было 10 или 15 человек, было поручено собрать щупальца и отвезти их на пиратский остров там и сдать. Ну а все остальные пошли на нижнего дельфа, где уже вовсю его фармили ГЦшки. Как мне показалось, здесь их было ещё меньше, чем на Кракене. Вроде бы на верхнего дельфа из них никто не пошёл, значит здесь они были все. Ну, в пвп мы затащили и начали уже было троять дельфа. Как тут поступила инфа, что гцшки выпрыгнули на пиратский остров. Как раз туда же и поплыли наши щупальца на шхунах. Соответственно, большая часть среды прыгнула на пиратский остров, чтобы тупо их задефать. Ну и по сути на пиратском острове было основное пвп на суше за весь день. Ребята, в воде, мне кажется, есть. Шхуна целая. Вот там пошкудем, можно будет... Ребята, они высыпались опять на берег, выходим все на берег. Выходим на берег. Танки жир... ДД с воды работает. Левее обходим, ДД. На них вольники все. Ребята, левее, левее обходим. Левее в воду прям гудите. Налево ДД уходит. ДД налево, налево, налево ДД. Выждите стяжки. Ребята, налево жир, сместитесь налево. Налево у них ДД идут. Слева стенку их вожмите. Вожмите стенки здесь, которые ведут. Больше барьеров. ДД смещаем сюда вправо. Со стороны воды будем заходить. Со стороны воды обходим. Обходим, чтобы сзади жира нашел. Жир дальше в стенку, в стенку, в стенку, я говорю, вдавите. Разворачивайся назад. Анг, пройдите там, стоишь, не нужно. Там, везде, с этой стороны. Вот, вот сейчас отрабатываем. Чуть выше по стенке забрались и работаем. Масухи, Масухи сюда. Глеб, если вы убрете, плавайте просто за Дельфом. Я понял. Сам он нам дадите. Вольников не трогаем. Смотрим, кого пьем. Бартли забрать. Васис, сразу, сразу, сразу. Забрали. Дальше. Вервуда, Васис. Забрать, 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 забрать. Килуя, килуя забрать. Чаруйку ему сразу. Чаруйку метку. Ушел. Все, пошли на них. Вольников не трогаем. Двигаемся на них, давим прям. Второй рейд остается здесь. Смотрите, что сдать-то можно, сдаете. Первый рейд. Щупки в воде слева на борту. Первый рейд. Ну, короче говоря, там все мы задефали и отправились обратно на нижнего Дельфа добивать его. Зафармили без проблем, никто не приплывал нам мешать. Забрали все плиты и спокойно сдали его на кубе. Никакого ПЛП за плиты тоже не было. Потом мы начали суммониться на верхнего Дельфа. Там нас уже ожидали люди специально для этого дела. Правда, не знаю, что было бы быстрее. Пешком по одной дойти с зверкашки. Либо ждать, пока разуплятся люди после суммона. Но, короче, пока мы суммонились, ГЦ-шки уже зафармили Дельфа и начали уже было расхватывать плиты. Но не тут-то было. Мы все-таки успели добежать и отобрать у них эти плиты. Сдавать плиты мы поплыли на пиратский остров. Никто нам даже не пытался мешать. Там все ГЦ уже, походу, были на дизморале, что они пришли даже на дракона. Да, они пытаются плиты спиздить, блядь, это же... Двигаемся в сторону второго корабля уже. И стоим здесь, стоим здесь на паках прям. Не даем разрезаться. Пройдите вперед чуть-чуть. Меня убило. Дальше, 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 ребят. Рез нужен здесь по мне. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Проходите вперед. ДД-шки слева чуть-чуть стоят. Прям под паки заходите. Зайдите по сердцу. По сердцу пройдите вперед. Очень много сзади у нас. По сердцу, по сердцу. Заливайте здесь остатки. Проходим, проходим чуть вперед. Ну и под конец дракон. Все ПВП, которое было на драконе, вы видите сейчас. Я думаю, ГЦ-шки пытались залить нас на прогрузе, но не успели. Здесь их пришло мало. После этого замеса они куда-то пропали. И дракона мы фармили вообще без каких-либо проблем. ПВП там не было вообще. Потом еще люди у нас собирались на Левиафана. Я туда не ходил. Но фишка Левиафана в том, что его зафармить можно только на чистом фрифарме. Если вам придут мешать хотя бы человек 10-15, то просто забейте, ничего у вас не выйдет. Потому что помешать фармить Левиафана можно очень просто. Ну и вроде бы ГЦ приходили туда нам помешать. Вроде бы помешали. Соответственно, Левиафана мы не зафармили. Ну а на этом на сегодня все. Такой вот был PrimeBub вторник. Спасибо за просмотр. С вами был Нагваль. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Это мой хрустачок сходить.